В поисках лёгкого заработка они идут на то, чтобы сбывать наркотики. Молодых и ещё несовершеннолетних используют как распространяющий ресурс. Заставляют писать на заборах и стенах, где найти соли и спайсы, передавать наркотики. Схемы самые разные и порой правоохранителям сложно разгадать лабиринты уловок наркодилеров. За этот год наказано порядка 155 наркозбытчиков, 22 из которых занимались незаконным бизнесом в интернете. Ориентирована работа, прежде всего, на выявление лиц, которые осуществляют свою преступную деятельность в организованных формах. Так, в этом году выявлено уже более 30 преступлений, которые были совершены в организованных формах. Наработана практика по документированию фактов легализации наркодоходов. В текущем году уже было обращено в доход государства более 14 миллионов. В поисках легкого заработка работают и центры, которые якобы помогают бороться с наркозависимостью. Реабилитация порой не в пользу, а во вред. В Крыму около 70 частных центров и далеко не каждый отвечает требованиям, которые к ним предъявлены государством. Да и в законодательстве не все так гладко. Нет четких критериев, которые бы диктовали условия деятельности реабилитационных центров. «Где они должны быть зарегистрированы? Каким образом они должны вести деятельность? На какие средства они должны вести деятельность? Какие получения денежных средств каким способом допустимо, каким способом недопустимо и так далее? В настоящее время нормативный документ на территории Российской Федерации с четкими критериями не принят. В каждом регионе России в антинаркотической комиссии разрабатываются критерии, но они носят рекомендательный характер, не обязательный к исполнению. Опять-таки, данные организации не обязаны становиться на учет. Это носит опять-таки рекомендательный характер». А бюджетная организация в Крыму всего одна – это центр соцадаптации, где пройти реабилитационный курс доступно не каждому гражданину. В частных клиниках и центрах стоит обратить внимание на несколько критериев. «Первое – возможность выхода, свободно-несвободно. Кто с ними работает, то есть квалификация персонала. Потому что бывает такое, что в подобном центре нет человека, который имеет диплом даже психолога». Тем временем количество наркозависимых в Крыму приближается к цифре 5000. А число употребляющих наркотики превышает данный показатель. Возросло количество тех, которые находятся на предболезненной стадии. В основном это люди старше 20 и младше 35 лет. На одном фронте борьбу с общественным недугом ведут медики, правоохранители, антинаркотические комиссии. Пока не отступает.